Сколько весит бассейн и какой объем воды он вмещает? Все зависит от размера детского бассейна. К примеру, бассейн диаметром 2 метра 22 сантиметра весит порядка 120 килограмм, а объем воды в нем порядка 1800 литров. Более точные характеристики смотрите на сайте. Какого размера делать площадку под бассейн? Площадку под детский бассейн стоит делать такого размера, чтобы на ней поместился сам бассейн, печка и приставная лестница. Размеры площадки. Ширина должна быть на 5-10 сантиметров больше габаритов бассейна в каждую сторону, то есть к выбранному размеру бассейна прибавьте 10-20 сантиметров и получите ширину площадки. Длина. Для размещения печки учитывайте примерную длину 1,3 метра и ширину 1 метр. Для размещения лестницы учитывайте длину и ширину по 1 метру. Варианты площадок под бассейн. Площадка под детский бассейн может быть выполнена абсолютно различными способами. Самое главное условие – это ровная твердая горизонтальная поверхность без уклонов. Можно сделать бетонное основание. На бетонное основание можно положить плитку или террасную доску, либо вымастить натуральным или искусственным камнем. Можно сделать деревянную площадку, которая будет установлена на свайный фундамент. Главное – ровная твердая горизонтальная поверхность без уклонов. На каком расстоянии следует ставить печку от бассейна? Чем ближе печка установлена к бассейну, тем выше ее эффективность. Практика показала, что печка нагревает воду в детском бассейне даже на удалении 2 метра. Вплотную ставить печку тоже нельзя. Оптимальным расстоянием будет 30-40 сантиметров от стенки бассейна. Шланги для печки устанавливаются на производстве, и они выходят наружу детского бассейна. При необходимости их можно укоротить самостоятельно. Можно ли установить бассейн в террасу? Можно, просто сделайте отверстие. Если печь у вас будет выше бассейна, то на входящий патрубок нужно подсоединить циркуляционный насос. Нужно ли сливать воду после каждого использования бассейна? Нет. Если принимать душ перед каждым использованием бассейна, то даже без фильтрации вода может оставаться достаточно чистой в течение 2-4 дней. Этого как раз должно хватить на выходные дни. Нужно ли сливать воду зимой после использования бассейна? При наличии термокрышки, даже при отрицательной температуре воздуха на улице, вода не замерзает в детском бассейне в течение 3-5 дней. Можно ли добавлять химию, чтобы вода была чистой? Можно, но надо понимать, что загрязнения будут оседать на дно, поэтому понадобится подводный пылесос, чтобы убрать эти загрязнения. Также необходима циркуляция воды через песчаный фильтр. Над этим вопросом стоит задуматься тогда, когда очень проблематично достать чистую воду для наполнения купели. В этом случае уход за водой будет практически аналогичен уходу за водой в бассейне. Goodwood. Укрепляй здоровье, наслаждаясь жизнью.